здравствуйте ребята я хочу с вами поговорить насчет то что у вас должно быть записано на флешке которая должна быть всегда при себе когда вы собираете новый майнер первое у вас должна быть флешка на 16 гигабайт минимум да там если взять второе на флешке всегда должен быть записан инсталляционка 10 windows да да ну такая хорошая версия которая без багов без всяких вещей да потом у вас еще должна быть на этой флешке отдельный фолдер запихните его и назовите его майнингом вот у меня например вот тут есть отдельный фолдер майнинг в котором у меня имеются а твин флеш клеймор dual майнер который ну в дуале майнинг эфир и еще какую-то другую монетку да потом polaris bios editor и атимак драйвер gpu-z mc afterburner и winrar что для чего нужно а твин флеш эта программка которая с помощью которой вы прошиваете карты а м д без нее вы их нее не просчете клеймер потом еще к ней же прилагается polaris bios editor да там в этом bios editor и вы будете изменять bios да там тайминги видеокарт которые ну вы будете менять чтобы получить больше хешрейта ну больше мегахешей дальше у нас еще gpu-z для того чтобы проверять какой у нас bios на карте стоит по как его там память и так далее ну посмотреть как карту ну информацию насчет карты клеймер dual майнер но это чтобы майнить бы начать бы майнить у меня уже там все сразу записано я просто меняю название рабочего и все больше ничего я там не меняю поменяю и все уже запускается автоматически mc afterburner для того чтобы как бы сказать разгонять карты дальше следить за их температурами выставлять вентиляторы их не обороты и так далее и winrar ну что если что что-то бы распаковать да это стандартный мой набор и еще плюс к этому добавляется team viewer но team viewer я например пользуюсь team viewer некоторые пользуются другими программами чтобы заходить и смотреть да за видеокартами если вы не находитесь например вот здесь нам например находятся они в офисе да и ночью я не могу сюда до прийти я просто но если что я могу зайти на team viewer посмотреть да там что тут происходит или когда-то на этой ферме да ну если ферма застыла то уже с ней ничего не сделает да надо ждать до утра или надо покупать специальные watchdog который ее если там застывает он ее перезагружают так что вот так вот эти программы имейте при себе всегда и у вас никогда не будут мороки например там чтобы когда у вас новый майнер так где скачать эту программу где скачать ту программу у вас все будет на одной флешке вставляете все у вас работает так что так ребята на этом все все программы что нужны ну я использую они здесь у меня на хоть а да и кстати самое главное драйвера от amd майнинг драйвера которые должны быть у всех потому что на простых майнерах да на простых драйверах да вы не получите больше 24 мегахэш а на специальных драйверах для майнинга вы получите все 28 и 29 так что их тоже скачиваем я их тоже поставлю ссылку в описании откуда их надо скачать да и на эти программки тоже поставлю ссылки да там что где должно быть если у вас есть какая-то еще программка которую вы используете да и у меня ее например нет напишите мне в комментариях я посмотрю и может быть тоже начну использовать это будет очень хорошо ладно ребята спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся и все до встречи пока